здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас эфир спортивный будем говорить мы о восточных боевых единоборствах но прежде всего наверно стеки а карате хотя может быть не только карате дело в том что у нас сразу два гостя в студии это сергей александрович оболенский старший тренер по восточному боевому единоборству комплексной спортивной школы олимпийского резерва городской округ люберцы серебряный призер кубка мира 1996 года и многократный чемпион и призер россии и европы и обладатель пятого дана по карате это вот звучит для меня всегда приятно милана инькова воспитанница комплексной спортивной школы кандидат мистера спорта двукратная чемпионка международных соревнований россии по восточному боевому единоборству здравствуйте раз раз я так понимаем у вас прям с тренировки сейчас да вам сейчас идти тренироваться тут надо интервью давать верно да конечно но вырвали у нас тренировки каждый день то что нам не привыкать а сколько идут тренировки долго вообще старшие группы где-то три три часа в день три часа в день но это мучение или это радость но это я уже образ жизни а образ жена хорошо но вот опять же мы со многими коллегами вашими общались единоборств самых разных даже с неожиданными для меня названиями хотя как бы мы все воспитанники 90-х годов фильма вроде бы все знаем уже варианты но тем не менее вы являетесь старшим тренером по восточному боевому единоборству при этом 5 дан карате это значит карате и еще что-то или только карате нет значит у меня именно 5 дан как стилевая квалификация по карате но восточное боевое единоборство это отдельный вид спорта вот признанный в россии и в мире вот и по нему отдельно проводятся соревнования как бы туда все вместе входит что нет это отдельно вообще структура и правила соревнования и все остальное но на основе чего но я к чему просто идут есть вообще условно бокс дзюдо самбо мы понимаем что самбо дзюдо где-то рядом есть ушу ушу есть опять свои там разновидности и так далее это я только начал перечислять а тут вот написано у меня до восточное боевое единоборство оно какое-то само по себе да это отдельный вид спорта вот у него есть свои спортивные дисциплины в которых мы участвуем опять же говорю это отдельно правило соревнований вот в каждом виде спорта свои права соревнований то есть бокс и греко-римская борьба их что объединяет это единоборство вот в одном виде спорта можно одно и соревнования с одними правилами друг в другом виде спорта можно другие и свои право соревнований вот восточный боевой единоборство то же самое у него отдельно свое свои правила могу сказать что в этом большом виде спорта есть несколько спортивных дисциплин это одна из которых наша называется все the can спортив дисциплина все то к ну я так понимаю что человек который приходит к вам например но может прийти человек вообще называется с нуля совсем маленький да и на начать обучение а может перейти из какого-нибудь единоборства иметь снова да какой-то наработанный опыт по той школе так скажем и перейти уже чего-то другого мы вы еще научите да да совершенно верно более подготовленный спортсмен ну конечно быстрее до получить результат но вот если к вам придет человек который только каратэ занимаются вы его будете перестраивать на что-то другое конечно на другие правила другие правила и другая методика преподавания конечно и вот я просто чтобы почему она напал сразу с этими вопросами потому что очень много всего это хорошо наверное как говорится говоря восточным языком пускать цветут все цветы да вот но мы сейчас должны подключить к разговору милану и никого такое красивое имя у вас милана которые явно вот как-то ну с борьба с любой борьбой единоборством вроде не очень сочетается но это только так кажется потому что я так понимаю что вы пришли по своему желанию и для вас все-таки кто-то привел это было мое желание почему детстве как-то смотрела мультики мне очень сильно понравился мультфильм черепашки-ниндзя то не знаю запал в душу да и вот я подбирала смотрела разговаривала с мамой что куда я могу пойти чтоб также вот как они такая бойко и да да я вообще очень было бойкий ребенок вам это и знала наверное что девочка куда рвется туда нет нет я и сказала она говорит да вот берем по итогу сначала планировалось приходить вообще к другой женщине но она в момент когда уже все мы подготовили сети она закрылась и мы пошли к сергей александровичу поняли это можно сказать общая гирса лишь просто знал поэтому и закрылась только нам нужна хорошая спортсменка с медалью потом был по телевизору показывать милана но все-таки родители они же иногда живут на обычными как бы нормами да уже такое красивая маленькая девочка это больное платье это танцы скрипка хор в конце концов вот его а вы вдруг раз и восточное единоборство никого не удивило это не ну мама удивилась но при этом она всегда самого детства говорилось мне что у нее позиция что ребенок должен сам выбирать что он хочет и то что успеха можно добиться только там куда ты сам рвешься если бы меня насильно отдали на ту же гимнастику вероятность того что я бы добилась там каких-то высот намного меньше чем вот точно с другой стороны я так понимаю когда вы попали к сергей за счету вы естественно много чего изучили что поможет вам красиво танцевать если нужно и выдержка такая физическая да то есть не хотелось уйти потом когда вот после достижений нет потому что изначально я занималась и работала не на результаты именно на процесс то есть мне нравится не то что медали первые места понятно что это очень приятно но в первую очередь конечно привлекает процесс сам вот эти все работы превозмогания тренировки я почему этот вопрос задаю да что ведь многие приходят ну красиво восточное единоборство вроде как бы данные есть они все же до сохраняются не далеко не все уходят что и мне так а я сейчас объясню когда мы смотрим фильмы да там американские не американские значит там во всех фильмах показывает что вот ребенок захотел либо не ребенок человек просто захотел пришел через полгода он поехал на тебя от мира и и вдруг он стал чемпионом мира вот на самом деле в самую в действительности такого не бывает как любое серьезное боевое искусство или как вообще искусство она с чего начинается у нас боевое искусство это боевое и искусство и вот это очень важно я всегда говорю что это больше чем спорт даже ну что это искусство и может и этим искусством может заниматься всю жизнь и предела совершенства нету вот вернемся к тому что когда человек приходит или ребенок приходит и здесь есть скажем так два пути либо давать интересные тренировки ребенку вот чтобы ребенок понятно что он маленький ему надо постоянно заинтересовать либо полезны и вот как еда а это как балет ну да или мы приходим занимаемся просто танцами просто танцами либо мы хотим попасть на большую сцену большого театра значит мы стоим к станку и начинаем точить одно и то же движение очень и очень много вот эту рутину работу к сожалению ну так она есть выдерживает не все так кино и сократили двери как в кино не согласно хорошо но те кто выдерживают в итоге до релана становятся победителями вот и опять же поразительно но у нас многие были представители разных от бокса да ну как я уже говорил и очень много девчонок которые действительно идут самую кто-то в бокс дадут трудно вот понятно что мы живем какими-то стереотипами тем не менее ваши подруги друзья как они относятся к тому что вы выбрали такой вид спорта может некоторые обходят стороной боятся друг аху и все мне кажется кстати мальчики даже чаще удивляются тому что вот девочка занимается таким боевым видом спорта чем именно подруги целом все достаточно спокойно реагируют нету ну шутку конечно да да вы страшно но все понятно понятно хорошо ну давайте мы поговорим сейчас о самом важном то тех соревнованиях которые проходят тем более две медали на вас это за что значит совсем недавно именно с 10 по 21 сентября республики маврикий прошли соревнования крупные мировые вот тесты чемпионат мира по восточным боевым единоборствам вот эти соревнования стоят в едином календарном плане министерство спорта российской федерации является официальными то есть глобальные да 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 вот на эти соревнования у нас чтобы попасть на эти соревнования в сборную команду россии работа началась практически год назад когда были отброчены соревнования первенства московской области милана прошла потом на попали на россию в 2 в мае 23 года милана там заняла первое место в категории девушки 15 лет вот и федерация пригласила сборную россии а милана знала о том же могут пригласить сборную россии или не верила себя себя верила но это было известно еще до россии до россии уже да я знала я готовилась это то есть это было как бы да это было было целая подготовка дохотворена было этим вопросом потому что знаете как иногда вот что-то очень хочется это уверен в этом и вдруг не получается бывает иногда это что него не очень хочется а ты просто как бы ну да здорово было бы но просто работаешь нормальном режиме вдруг добиваешься успеха так и там много участников выступала ну по официальной статистике для цифры но подготовился и программы 1164 спортсмена 26 стран 5 континент сборной россии была одна представлена одна из самых больших крупных сборных мира у нас 102 человека спортсмена вот еще одна сборная была очень большая это южной африке и вот и все остальные на сборной уже поменьше вот но можно сказать опять же официально статистика была вчера на официальном сайте опубликовано федерации восточного россии значит сколько медали 91 медаль на 102 спортсмена из них 36 золотых 29 серебряных и 26 бронзовых у нас первое общекомандное место то есть мы лучше всех выступил да вот на самые крутые восточные году до восточных боевых единоборствах так и милана тоже внесла свою лепту да с кем будет а было ли как или вы участвовали в полуфинале несколько было бою всего было 19 человек в категории сначала идет четвертьфинал потом полуфинал потом финал вот лучше в четвертьфинале сразу вы вылетите уже не нервничать доходишь до финала мне кажется трагедия какая когда на кону так много в четвертьфинале ну давайте как четвертьфинал прошел отлично выступила с девочкой из чехии вот нам это не как поединок в вашем представлении скорее всего это выходит два человека мы же соревнуюсь по восточному боевому единоборству в подкатегории кота есть кота есть кумита кумита это именно спарринг в привычном мне кажется для всех понимание то есть когда два человека выходит и что же вылезли ну да кота это когда также выходит на татами два человека но они по команде рефери выполняют какой-либо кота кота это не знаю как объяснить комплекс формальных упражнений это все и полуфинал такой был да нет в четвертьфинале выходит на татами два человека и делают кота и сразу же методом поднятия флажков выясняется победитель а в полуфинале финале уже выходит один человек на татами делает кота который он говорит по своему решению ему ставятся оценки всеми главными судьями и уже на основе вот этой общей оценки проходит потом финал потом из финала выясняется кто первый второй третий понятно участка раз на этом месте делаем паузу и про финал нам еще расскажите какие-то интересные как видите какой эти прям обряд какой-то даже не соревнования сделаем небольшую паузу вернемся в студию напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях сегодня сергей александрович оболенский старший тренер по восточному боевому единоборству комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского круга люберцы серебряный призер кубка мира 1996 года многократный чемпион и призер россии и европы обладатель пятого данного по карате но ему мало было своих наград он решил чтобы этими наградами одарили себя будущее поколение поэтому он тренирует и вот одна из воспитанниц школы в том числе и конечно же сергей александровича а кандидат мастера спорта двукратная чемпионка международных соревнований трехкратная чемпионка россии по восточному боевому единоборству милана и никого здесь у нас в студии но мы остановились на финале прежде чем мы дадим слово самой участнице финала вот я тоже часто спрашиваю вот тренер готовят готовят прошли одно вышли на другое прошли второе наступает самый страшный мне кажется тренерский момент любого наставника вот когда сегодня как бы вот ну даже если проиграет но вроде как все равно же дошли до финала но наверное неописуемое ощущение или вы как специалист по восточным единоборствам все это в себе задавили спокойно как тренер вышли мне совершенно но здесь нет какого-то страха финал полуфинал это не имеет значения есть наверно внутренний страх показать не на все что ты способен вот если ты настроениях выложился но ты проиграл ну ты в душе где-то внутри ты спокойно швы не будешь да и проиграл например сильному вот а если ты выходишь ты не смог мобилизоваться вот включить все свои ресурсы всю свою сказать силу скорость вот это внутреннее содержание и проиграл более слабому тут наверно да да вот здесь обидно вот и действительно выступать спортсменом я до сих пор тоже выступая намного проще чем рядом с татами рядом с площадкой стоять и наблюдать как выступает твой спортсмен вот только поэтому я всегда снимаю но я снимаю для архива и для разбора потом сказать выступление я никогда не смотрю на спортсмен то что я боюсь их поймать взглядом а вот избить и его с выступления спортсмен может поймать мой взгляд вот там такая концентрация что чуть-чуть отвлекся все ты можешь потеряться сделать что-то не то либо пошатнуться либо но сбить спортсмена самое плохое поэтому оператором да я становлюсь телефона не смотрю на экран с экрана как-то проще наблюдается ну да некоторые тренеры по разному в разных видах спорта некоторые вообще не выдерживает там уходят куда-то прячется и так далее но это да человеческий фактор но вернемся милана к финалу когда опять же уже последний надо сделать шаг у вас как он спокойно получился для вас или все-таки переживала нет конечно безумно волнительно вообще каждый выход на то там это безумный стресс когда хоть другое состояние да да параллельный мир пытаешься как сам сказал мобилизовать все свои ресурсы все свои вот эти навыки рать чего-то вообще работал понимаешь что очень многое решается с другой стороны можно же еще включить обаяния нет правильно вы не зато немало это имею ввиду не женское мужское именно вот ну какое-то человеческое когда само солнце вышло к нам сейчас все будет хорошо ящики работают не работает если бы работала это было бы плохо потому что судьи это должны быть компетентные люди которые не должны какое-то обаяние учитывать все-таки как бы сейчас больше людей понравился какой-то элемент а другой например увидел что вы ошиблись но он вас пощадил такой же может быть вариант в теории может на практике это все замечают на совести человека на совести судьи но вот все закончилось вы поняли вы сразу поняли что там флажок как поднимается ли как нет на площадке сидит семь судьи рефери и угловые еще к бокам каждый из них выносит оценку на которой написано приговор приговор да потом из этих всех оценок складывается общая сумма баллов и если ты например выступаешь первым то ты по этим оценкам не поможешь ничего ну грубо говоря ты можешь увидеть какие взрослые учитель да ты можешь видеть высокие оценки или низкие но выступали какой я выступал 2 2 это уже знали оценки я знала что я сделала в тот момент хуже чем первая участница и все больше ничего не знал и потом вышли еще две участницы они сделали хуже чем я так и получилось потому что да это самое а ну понятно и то есть так но вы знали что вы сделали хуже да по оценкам я поняла что сделала хуже по мнению судьи чем первую но не страшно всяко же бывает жизни правильно да но в итоге чем закончилась это вот эта медаль какого отлива получается серебряного серебряного а вам дали как тренеру нет то интересно ну-ка да ну в рамках этого большого праздника спорта праздник боевых единоборств дать хочу кстати отметить что очень были крупные соревнования вот маленький остров маврикий вот и для этого островка очень много было спортсменов и только спортсменов было 1160 куда какой-то невероятно плюс к всему это судьи это тренера и островочек я уж не помню четкую квадратуру но за час можно его полностью проехать по диагонали вот очень было много спортсменов и вы тоже принимали участие в нем да 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 это я тоже принимал участие в категории мужчины ветераны с 50 до 59 лет вот это же серебро да тоже к сожалению серебро хотя вот я хочу сказать про милану вот на самом деле шла на золото вот небольшая была оплошность маленькая оплошность да там было чуть-чуть от штрих штрих она же могла дали она по цифрам нет она только за цифра видела вот а я стоял то с за судьями то и видел как судьи ставили я на первое место вот и в самом конце до исполнения чуть-чуть от был в штрих и я смотрю и судьи прямо раз так две десятых балла снимают что позволила предыдущих а вы знали что в конце что-то не то произошло или не заметили ну за собой конечно ты когда делаешь ты любую погрешность заметишь конечно должна была надежда что не заметит или уже все да не то что не заметят там же еще играет роль насколько сильно эта погрешность повлияет именно что еще примечательно что в разных странах вот по нашим наблюдениям до различные погрешности могут оцениваться по-разному то есть например по моему предположению например у нас могли бы эту погрешность не оценить так сильно так строго до другая чем не строго будете знать в следующий раз что любая погрешность опасно да тоже верно как фигурном катании до звезды звезды по раз и вдруг какой-то такой странное до падение и мы понимаем что катастрофа наступила и уже ничем ее нельзя вернуть но другом это мне кажется тоже для единоборства особенно важно что на наших вот этих небольших поражениях мы учимся побеждать в будущих серьезных соревнований верно вот кстати как привести игрока после такого вот вроде как и хорошего выступления но не до конца до дела но в данном случае маленькая погрешность как интересно слотка погрешность для спорта здесь вот как выводить спортсмен на здесь не надо ничего водить смотрите когда вот я по себе знаю да я прихожу вкусные . да у нас я прихожу я набираю много я очень наелся я доволен я еще не скоро вернусь туда а когда я туда пришел я покушал я чуть-чуть не докушал я ушел и я очень хочу туда снова попасть здесь также если ты выступил у тебя все получилось и соперники были с вами далеко от тебя ты не получаешь того удовлетворение внутреннего и когда приходишь следующий раз на тренировку ты не так работаешь а когда ты у меня и так всегда я и так сильно они им еще до меня дома вот когда ты выступаешь либо чуть-чуть выигрываешь ты первым либо чуть проигрываешь вот здесь и наоборот ты приходишь и стараешься еще сильнее работать это как вот лишний стимул ну да следующий раз выступить на две головы лучше и если здесь было чуть-чуть то в следующий раз надо на голову делать тогда ничто не повлияет еще такой вообще для спорта до синдром не синдром даже больше работает именно на серебряном месте синдром вечно серебра вечного себя вечно второе место вроде уже не 3 никогда не третий на все время второе вот многие спортсмены особенно у нас здесь были и олимпийские чемпионы которые потом становились чемпионами на горит вот у нас была одна участница она все время я как ни стараюсь у меня второе место второе место а потом вдруг преодолевается этот барьер да и тогда хорошо милан скажите пожалуйста вы мучили себя после этого как вы приняли эту вот беду морально это было целое испытание принять это не как поражение там про как просто элемент а как просто путь да это отрезок пути которые нужно преодолеть не плакала даже нет вот сама собой горжусь правда хотелось хотелось очень сильно хотелось но это нормально тоже долго готовился к событию по итогу твои ожидания в той или иной мере не оправдались но я постаралась принять это как вот часть пути то что надо правда больше работать стараться что все получится какие следующие соревнования будут крупные где вот придется вам после нашего эфира уже есть замечательный вопрос завоевывать нота через три дня 7 8 октября у нас в троицке будет все российские соревнования и уже с эти соревнования будет стартовать отбор на следующий год на октябрь месяц чемпионат мира будет проходить у нас в японии есть меня не изменяет бог память в городе токасаки вот даже важно в каком города шве вот японцев там будет очень много японцы очень сильные спортсмены хитрые да не они хитрые они очень много работают мы поэтому надо пашут и там будет фильм у меня перед глазами всякие там вот если в восьмерка будет зайти это уже будет честь то есть это же нельзя а если там попасть в тройку то это это будет история то есть в японии занять место архи сложно просто архи сложно то есть вот там то уже да но что нам остается только надеяться на то что вас очень много времени что серебро тоже есть теперь нужно другой цвет уже давайте покажем тебе дать что на ней написано это джеки и это всемирная организация сетокан вот попадая ее эгидой проводила местная организация джеки и маврикия этим большие крупности ну и давайте у нас остаются минуты до окончания нашего спортивного эфира вот нас слава богу здесь не нужно побеждать просто мы пытаемся рассказать о том что то есть такой замечательная возможность до ребятам прийти к вам давайте еще раз напомним где вас искать как записываться кого принимаете каждый ребенок может прийти сейчас на милану все насмотрятся подумать я тоже такой хочу быть я-то уж точно золото завоюю да будет есть такой мотивация шамела не сейчас готовится все таки уже более серьезным соревнованиям а тем кто еще только новички им хочется сейчас прийти куда как вот ну хочу сразу сказать что эта поездка была бы невозможна без руководства нашей спортивной школы вот которая нам помогли с билетами вот они приобрели нам билеты мы смогли полететь вот записаться прийти проконсультироваться даже можно по телефону 8 495 554 1210 это единый телефон комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа лютерцы с какого возраста к нам в отделении 7 лет 7 лет 7 лет 7 лет приходите и через какое-то время через восемь лет до уже настоящий ниндзя вы кстати черепашки то нормально работают еще для вас да нет это же уже все по взрослому милана спасибо вам что вы смогли во первых очень рано воплотить свою детскую мечту не каждому это удается сделать хотя наверно поняли что мечта такая что на ней работать и работать нужно было мы поздравляем вас серебром те погрешности которые существуют да не двигают нас дальше все только начинается вот тем более что вся наша его обычная жизнь в спортивной иногда очень тяжело даже бронзовую медаль заработать что же там говорить о золотой а в спорте я думаю что больше есть возможности для этого просто тренировки 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 на которые мы вас сейчас отпускаем вместе с вашим трением тренером сергеем оболенским спасибо вам за то что вы еще и сами успеваете даже выступать фантастика просто но и всем вашим коллегам в лице всем спортсменам мы желаем успехов и побед но и ждем японию до что говорится нашего брата знали в лицо что называется и не только брат но и сестру на это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания а